Всем привет, с вами Бикс и сегодня будет топ 5 самых худших бравлеров в Brawl Stars. Но сразу же опять повторяюсь, это лично мое мнение, опять же топ может быть очень странным. Ладно, погнали. На пятом месте я поставил Сэнди, легендарку, вы спросите, но почему? Я скажу, за нее во-первых очень мало кто играет, это да. Во-первых, маленькая дальность атаки, это очень плохо, урон очень маленький, всего 920 за одну тыку. Ульта можно считать, она полезна только где-нибудь там в горячей зоне или в раборубке. Ну, вообще в раборубке, что она там может сделать. Короче, это плохой мне, как по мне, боец, и я его ставлю на пятое место. Четвертое место этого топа это Джеки. Почему Джеки? Во-первых, за нее целиться вообще даже не надо. Плюс и только что она может стрелять через стену. Минусов очень много. Первое. Очень мало ХП, и ее можно закрысить в любой момент. Второе. Почему я считаю, что это четвертое место? Смотрите, очень маленькая скорость, но ХП 7000. Вот это плюс для такого бойца. Минус это атака, дальность атаки и то, что может любой закрысить. Я даже не знаю, для каких режимов подходит этот боец. Напишите в комментарии. А этот боец у меня на четвертом месте. Погнали к следующему. Третье место этого топа заслуживает котлета. Ну или как правильно, это котлет. Почему? Ведь урон же у нее такой нормальный. Ну урон может быть нормальный, но он все равно недостаточно. Он все равно маленький. Даже когда вы нанесли очень много тык, котлет всегда убивают все равно. Ну потому что маленькие тыки чуть-чуть прям не хватает, чтобы добить бойца. Еще у нее очень мало ХП, и ее также легко закрысить. Поэтому ульта у нее мощная. Но когда она в ульте, ее еще, мне кажется, легче убить, чем когда она без ульты. Поэтому она у меня на третьем месте. В втором месте этого топа я поставил розу. Но почему именно розу? Ведь ХП у нее много, ее закрысить тяжело. Но ульта, можно считать, она бесполезная. Потому что она не полностью весь урон защищает. Ее все равно очень легко убить. Тем временем тыки у нее очень... Ну, атака у нее такая себе. Ее можно спокойно убить, потому что непонятно, как за нее играть. Либо вблизи. Ну, хотя только вблизи с нее играть можно. Потому что дальность атаки у нее очень маленькая. И вообще, этот боец не очень. За него мало кто играет. Поэтому этот боец на втором месте. Ну, а на первом месте я поставил Рика. Так как я, когда его пушил на 500 копков, это было очень тяжело. Так как его очень много крысили, убивали. Потому что у него очень мало ХП. Хотя атака у него очень, это как он... Ну, дальняя атака у него. Он, ну, дальник. Плюсы только есть в том, что у него рикошетит. Потому что он рикошет. Ну, и минусов много. Мало ХП. Его очень легко закрысить. Он какой-то такой себе. Поэтому я его поставил на первое место. Ведь... Потому что еще ульта и обычная атака, они так же ничем не отличаются. Так же, как у кольта. Но у кольта больше преимущества, чем у рикошета. У кольта больше ХП. И у него больше урон, чем у Рика. Короче, я поставил Рика на первое место. Потому что, как по мне, он вообще прям так себе. Ребята, повторяюсь, это лично мое мнение. И топ тут может быть очень разный. Да. Вот вы также спросите. Почему ты не поставил сюда Ниту? Но Нита это самый... Ну, такой. Он из лучших бойцов. Поэтому Нита это прям топ. Играйте за Ниту. Например, почему я не поставил в этот том топ Спраута? Но Спраут это топ. Почему я сюда не поставил? Ну, например, Эдгара. Ведь он же близник. Он вообще... Во-первых, у него хорошая... Ну, жизни у него мало. Но у него атака очень сильная. Его сложно убить. Да. Ну ладно, с вами был Бикс. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.